РАМЕНСКИЙ РАЙОН Двадцать лет назад это к вам Горбачев приезжал, да? Ваш совхоз? Ну, приезжал. К нам многие приезжали. А чем же вы теперь недовольны? Ведь стабильность вокруг. У них стабильность. Ну, когда-то мы работали в этом совхозе, отработали. Люди отработали по тридцать лет. И взамен ничего не получили. Это было. Это подписано было Путиным. Все бумаги, земельная реформа, что нам должны были выделить нашу долю. Но заменили все. Пришла другая. Все сменила. Сделала другой статус совхоза. И все. Нас просто выкинули. Другая это кто? Администрация другая? Начальство? Начальство? Да. Директор совхоза. Пришла, все сменила хитроумно. Сидорова Татьяна Павловна все хитроумно сделала. И мы сейчас ничего не имеем. Нам не то, что землю 4 гектара, нам компенсацию хотя бы дали. Мы вот приехали в совхоз, нам было по 22 года. Мы работали по 27 лет. Вот получали вот такие свидетельства. И вот даже Сидорова сама написала здесь, что компенсация нам положена. Но она нам ничего не дала и ничего мы от нее не получили. Ни земли, ни деньги. Я проработал здесь с женой. Вместе мы работали. И мать у меня работала. И в общем остались безо всего. И имеем паи на... Ну они, как я считаю, недействительные паи на землю. А какими путями будете добиваться справедливости? Да уж тут как только не добиваешься, елки, все равно ничего никак не получается. Вот и обращались к Путину туда вот, вот ездили у нас. Вот и у Белого дома нашего тут были и толку-то. Все... И много вас таких обманутых? Много. Сколько? Сколько у нас 100? 120 человек. 120 человек у нас тут. Вот уже многие даже не выдержали ногами, как говорится, вперед ушли, умерли. Вот отработать по 40, по 50 лет на ферме, в поле отработать, и потом не иметь возможности даже тот же кусочек колбаски купить, ну это позор. Позор. Думают, если колхозник, значит у нас нету огородов таких здесь, чтобы люди могли что-то там сажать у себя на огороде. У них нету такой возможности. Мы сейчас говорили, им даже земли не дают. Конечно. Потому что все продано. Все продано. Никому люди не нужны. То ли у нас хотят вообще всех вытравить, то ли непонятно. Вы посмотрите, деградация какая идет молодежи. Они же не работают никто. Раньше не хочешь работать, заставят. А сейчас они не хотят работать, они не идут работать, дети. А на что живут? А вот непонятно, на что они живут. Вот поэтому и воруют, и убивают, и грабежи вот эти. Все это оттуда идет. Потому что не работает молодежь. А они уже не хотят работать. Они не пытаются даже искать работу. Ну что это, целенаправленное развращение населения? Или что, спаивание? Что это? Политика какая? Наверное, наверное, так и получается. Если не заинтересовано государство в том, чтобы молодежь была при деле. У нас на поселке, вот посмотрите, алкашей сколько? Одни алкаши практически. Стоят вот под магазинами, мылосты не упросят. Дай 2 рубля, дай 3 рубля. Это ж позор. А наркоманов сколько? У нас за эти вот буквально несколько месяцев столько вымерло молодежи здесь. А государству пофигу все это. Им ничего не надо. У нас в районе всего 3 фермера. И у этих фермеров только по 2 гектара собственности. А здесь, конечно, мы видим сотни гектаров, которые просто превращены в неугодья. Ничего не засаживается, не засеивается. И то, что делает наша власть вместе с криминалом, это копает, где есть песок. А песок здесь есть везде, в Подмосковье, особенно в Раменском районе. Выкапывают огромные котлованы. Это незаконный карьер. Карьер находится прямо за огородами деревни Бояркино. Вот здесь деревня Бояркино. Вот. И здесь вынуто песка порядка нескольких сотен тысяч кубов. И власти, они... Мэр обещал жителям еще в прошлом году, что здесь все будет засыпано грунтом. Ну, как видим, грунтом ничего не засыпано. А начинается новая несанкционированная свалка. То есть здесь вынуто песка порядка, по рыночной цене порядка несколько миллионов долларов. И засыпано. И начинают сюда сваливать мусор, отходы. Вот это пример того, как у нас в Раменском районе используется сельхозугодие, который находится в руках криминальной власти. Дело в том, что сейчас мусором будут засыпать этот котлован. Грунтовые воды пойдут в эту деревню. Здесь колодцы. Здесь скважины. Деревня старая. Она старинная деревня Бояркино. И весь мусор, все сливы пойдут людям в колодцы. Во всем мире сельхозугодие находится на учете. С ними дают людям даже кредиты, чтобы люди занимались землей. Это невосполнимый ресурс. И тем более в Подмосковье, где такая плотность населения. И вот у нас что творится. Пожалуйста. Несанкционированный карьер и несанкционированная свалка. Градус стабильности в Райбинском районе вообще зашкаливает. Куда не приехали мы, то пикет, то митинг. И всюду народ счастлив, доволен стабильностью. Деревня Юрова. Митинг. Стабильность у нас вот уже несколько лет. То такая стабильность, в кавычках. Они устраивают на соотношение власти к людям, в первую очередь. И наши экологические перспективы. То есть мы совершенно четко понимаем, что дай волю вот этим вот рвачам. И мы будем жить на окраине огромной свалки. Одной из самых больших свалок Подмосковья. Я говорю свалка, потому что, хотя нам и говорят, мусоросортировочный завод, современные предприятия. Но мы видим то, что сделали в Сафонаре. Те же самые люди, которые сюда, на Мополе рвутся. Это безобразная свалка. Гнайник чудовищный. Несколько миллионов тонн мусора прямо на окраине деревни и в черте города Раменское. Ну как нам верить этим людям? Свалки, ну полигоны ТБО, мусороперерабатывающие комплексы, должны располагаться так, чтобы они вдали от больших дорог были и от населенных пунктов. Вот сейчас недалеко от нас находится поле, которое облюбовали для вот именно такой свалки. Это будет именно свалка. Я подчеркиваю еще раз. Она расположена прямо на окраине Малого Московского кольца 100 метров. Чем бы привлекательно, возить мусор удобно. С другой стороны, в 100 метрах будет скат. Вырубят там лес и проложат скат в 100 метрах от свалки. От скат позиционируется как лицо России магистральное. С другой стороны, с третьей стороны, деревня Юрово 800 метров. Экологическая комиссия природопроводной золи считает, что нарушает санитарные нормы. Надо тысячу метров. А с другой стороны, с четвертой, садовое товарищество Дурка. Тоже 800 метров, тоже менее километра. А это садовое товарищество такое уже серьезное. Там капитальные дома, газифицированное товарищество. То есть, по сути, населенный пункт. То есть, с каждой стороны, куда ни глянь, что это такое, что с точки зрения Воробьева должно помешать эту свалку создать. И тем не менее, проект движется. У нас вода в Юрове, в колодцах и так плохая. В некоторых колодцах она вообще не питьевая. У нас, получается, на улицу, на две улицы, один колодец. Рыть больше не собираются и не будут. А если построить будет полигон, вода вообще будет не питьевая. И, значит, пить мы ее не можем. Есть готовить мы ее не сможем. Поливать огород мы не сможем. А мы живем на этих местах уже много лет. Надо же, как нас не любит наша власть. Вот 10 лет мы боремся, доказываем, что эту поляну трогать нельзя. На этой поляне цветы растут. Дети наши играют. Ну, вы знаете, это надо быть сумасшедшим, чтобы выбрать это место для полигона. Хорошо. Завод хотят. Ну, да какое деревня? Вы понимаете? Вот деревня Плоскинина, школа, детский сад. А сколько у нас дачников? Я учитель. Я преподаю географию. Я прекрасно понимаю. На уроках географии я детям говорю, как о нас правительство заботится. О честные сооружения ставят. Вот у нас мы заботимся о чистоте воздуха и так далее. То, что написано в учебниках. То, что написано в наших законах. Но почему наши власти идут против нас? Вот вы знаете, спросите тысячи людей, которые здесь живут. Дачники все. Ни один ведь не сказал, да, правильно, давайте здесь построим прекрасное место. Нужно выбрать такое место, чтобы никому было от него неплохо. Место прекрасное. Но дело в том, что этого делать нельзя. И вы знаете, что еще хотелось бы сказать? Вот у меня даже какая-то внутренняя дрожь от того, что не понимают простой народ и людей. Как можно? Мы их выбираем. Они живут за наши деньги. Мы им верим. Они должны нас защищать. А они что делают? Зачем? Я в бумагах разбираюсь не так, как Татьяна Сергеевна. Я как человек понимаю, что в этом месте это все равно, что в горнице у себя дома поставить туалет какой-то или что-то свалку. Потому что кругом дети, люди. И делать этого нельзя. И даже мусоросвалочный завод нельзя. Знаете почему? Да потому что посмотрите на наши дороги. Как строят у нас дороги? Сегодня построили, сделали, залатали. Завтра уже дырки, грязь и все. Так же и завод такой же построят. Вы думаете, будет такой завод? Да. Воробьев сказал, я читала сама, он сказал, что нужно строить такие мусоросвалочные заводы, как в Вене. Да, я тоже была в Вене, я была в Германии. Я, в общем, ну ладно, неважно. Там такого безобразия нет, там заботятся о своих людях. Почему же они едут отдыхать туда, за границу? Они не отдыхают туда едут, они жить туда едут. Отдыхать они туда едут. Почему? А нас, нашу свою родину можно засорять. Я категорически против, и не только я, все учителя нашей школы, вот все, кого, все жители. Ни одного человека не найдете, нас тысячи. Я сама ездила, собирала подписи. Это дачников, здесь море. Извините, я от волнения, я даже, можно сказать, немножко заикаюсь прям, потому что я очень волнуюсь, очень нервничаю. И я просто не понимаю, как можно, вот с нормальным разумом, еще столько лет решать вопрос об этой помойке. Зачем тогда они нас собирают и спрашивают, если они все уже решили? Это все... Я считаю, что этого не будет. Знаете почему? Мы вилы возьмем. Да. Здравствуйте, да, и пойдем, пойдем. Это в Клишеве. В Клишеве народ перекрыл дорогу, ночами дежурили, мы тоже самое пойдем. А еще мало того, мы с детьми пойдем на эту поляну, сядем и будем сидеть. Так у них ОМОН, вы говорите с детьми, а у них ОМОН. А, так что ж, ну неужели они будут своих же людей убивать? А почему нет? Ну пусть убивают. Они же готовы убить вас посредством завода. Ну если так, тогда пускай сразу сжигают всех жителей, вот все деревни, плоские, все-все-все деревни, все эти, пускай сжигают сразу. Власть усиленно трендычит, что там вода грунтовая на двух метрах, мы сейчас с вами доедем, я специально ездил, ямки копал, шурфил, вода 10 сантиметров от поверхности стоит. Есть вообще подтопляемые места, то есть вода на поверхности стоит, хотя основной поводок уже сошел. Вот, дренажная канава, пять труб выходит, в руку мою струя бежит. И вот сюда вот хотят посадить полигон, весь фильтрат пойдет, трубы, естественно, это. И все будет у нас. А если прикинуть просто кадастровую стоимость этой земли, то это, простите, чем разбрасываются-то? Ее осушали в советское время, там кукуруза выше меня росла. Вот она пять лет назад выше меня кукуруза росла. Они считают, наверное, что на этом предприятии заработают больше? Ага, мы геморрой себе заработаем, кроме болячих здесь население ничего не заработает. Вот кроме болячих, потому что... Заработает только вся администрация Раменского, они себе, да, заработают в карманы, положат еще больше денежек. Влияние полигона, мы-то еще отживем, понимаете, что он еще не будет так функционировать. А он начнет функционировать, когда все это гниение пойдет. Это пять, семь, десять лет. Это, то есть, наши дети, внуки, вот что ожидают, это самое страшное. А у них вот проект, когда мы рассматривали, да, ездили в эту экологическую экспертизу, мы все смотрели там, проект этот. Во-первых, первая очередь у них идет, это строительство полигона, вторая очередь, через два года только пункт сортировки ставится. Это вот как? Вот так вот, сначала навалить кучу, а потом ковыряться ее разбирать. Проект предусматривает выемку грунта на два метра. 20 гектар, грубо считаем, да, 20 гектар это 200 тысяч квадратных метров. На два метра в глубину это сколько кубов земли, а земля сейчас стоит тысяча куб. Вот посчитайте, когда, и получается, это порядка 400 миллионов рублей, это только на грунте зарабатывается. А стоимость завода, Мандровский объявил, 260 тысяч, 260 миллионов, вот и все. Там уже с земли навар идет. То есть, он на земле отбивает этот завод, и погнали чистая прибыль. Вот все, все просто как карандаш. Полис дали в аренду, как бы. Аренда сама по себе подразумевает, как бы, возврат имущества, да, в том же состоянии хотя бы. Да, конечно. В каком брали? Как вот это вот можно состояние потом выправить? Планированность, высота мусла, 28 метров. Высота кучи 28 метров. И 2 метра еще в глубь. Прямо не куча, а небоскреб какой-то. Ну, 9 этажных. Вот я выкопал яму позавчера. Вода как бы сошла, но уровень грунтового входа очевиден, да? Причем это мы на бугре стоим еще относительно. Вон там, вон, вода блестела. Вчера вон может дойти. Пойдемте вон до той ямы. Мы сотрудничали с институтом почвоведения Росхельхозакадемии. Институт имени Докучаева. И они исследовали это поле специально. Мы заключили договор, собрали у людей деньги, проплатили на общественных началах. И какая особенность этого поля? Она представляет собой лоток. Вот здесь метра полтора песка. Дальше мощный слой глин. И все склонно в сторону речки. То есть все осадки, дождь, растаявший снег, все что угодно. Свалочный фильтрак. Это все по этому глинному лотку пойдет туда вниз, по закону всемирного притяжения. Естественно вниз. А там речка. Это бассейн реки Москварьки. Можно, конечно, сделать какие-то ограждения. Можно построить палатины, гидроизоляцию. Но тем, кто увидел в Сафонове, в Гнайне, им никогда не поверить, что здесь будут делать что-то серьезное. То есть все будет течь в речку. Вот эту трубочку точно не я закапывал. Видите, да? Потому что мне воду эту откуда взять. Ага. Вот она здесь. Трубочки, из которых сделали, кстати, водопонижение. Вода же вчит. Вон трубочку видно. Вода бежит. Моя рука толщиной. Там дальше, если пройти, там еще есть эти трубочки. То есть это поле осушаемое. Вот. И вот эти трубочки, они местами, видно, подзабились. Но местами-то идет. И они вот, когда вот это все тронут, и весь фильтрат вот через эти трубочки побежит и в речке. О, можно проехать. Да, да, да. Вот он, въезд на помойку. Деревня Сафонова, Раменского района. Самый настоящий природный оазис. Позади меня мусорная свалка. Вот она. А здесь находится, собственно, сама деревня. Прямо в 15 метрах от свалки. Каково здесь живется? Вот как нас дурачит Демин, глава района. Вот он. Дурачит. Это господин Демин, да? 2006 год. Давай я это подержу. Держи-ка. Ну, кривом ножки у нас не работают. О! Напряжение маленькое. Это начало. Остров стоит проблема сбора, вывозов и утилизации. Особенно на территории сельских. Мы должны закрыть Сафоновский полигон. И что, закрыли? И срочно открыть новый. Закрыли? Вот протокол публичных слушаний. 20 мая. Вот. Сейчас, секундочку. 20 мая 2010 года. 2010 года. Закрыть Сафоновский полигон этот. Я факты. Так его вон обнесли забором, вроде как закрыли. Вот подписано первым заместителем Воробьевым. Вот секретарь. Все на законном основании. А подпись стоит? Вот, вот. 7 июня 2010 года. Да, да. Закрыть. Она как работала, так и работала. Она до сих пор. А каким образом? Здесь вроде никто не заезжает сейчас. Почему? С той стороны заезжают. С той стороны где въедете. Это не въедет. Я живу вот в этом доме. Выхожу на крыльцо в 3-2 ночи. Я уезжаю рано на работу. Машины работают. Ночью привозят. Мусор сваливает. А вы обращались? Вы спрашивали? А кому обращаться? Нет, нет, нет. Ну вот к водителям вы подходили. Они с другой стороны деревни заезжают. Со стороны Поповки там есть еще один заезд основной. Они здесь не есть. Они теперь вон там есть. Но наверху их видно. Я уже выступала, говорила. Никто за воду не платите. Нам отравили колодцы. Нам их просто. У нас даже нельзя держать ни козу. СССР запретил. Не корову запретили. Потому что отравленная трава. Это свалка уже сколько лет? 40 лет. Сколько здесь можно быть в недрах всего? Провели водопровод нам. Добились. Сделали. Но платить за отравленную воду мы что обязаны? Скажите пожалуйста, а как же вы тут живете? Это опасно вообще? Опасно. Но мы здесь все родились. Здесь все коренные жители. Здесь никто дом. Дом-то этот ты не продашь ни за что. Ни за копейки. А вам не предлагают как-то переселиться? Нет. Вот единственное. Цивилизованное. Я хочу забирать, когда мы умрем все. У нас все мусороперерабатывающие заводы собираются сделать. Много людей вымирает? Много. Болиных очень много. Всех аллергия. Мы внуху сюда не берем. Нас за людей не считают. Деревня наша большая. Здесь 7 улиц. Около 1800 человек. Все желают только одно. Закрыть эту свалу. Это зараза. Дети наши болеют. Вот, пожалуйста, женщина живет. Вот. Вот дом. Трое детей малолетних. Трое детей. Она, мне жалуют, крысы, тараканы, вонь. Сюда везут и фекалии. Слюберет. Есть там Некрасовский поселок. Сюда все везут. Это безобразие. Неоднократно с Анатолием писали и президенту, и Путину, и Медведеву. Они пишут на усмотрение вашей администрации. А что администрации? Администрации мы безразличны просто. Мы не интересны нашей администрации вообще. Наша администрация еще построит здесь один заводик по переработке мусора. Вот наша администрация. Вечером выйти невозможно. А дома и крысы, и мыши, и тараканы. Это, наверное, в 70-е. И все. До сих пор. Все. Никто, конечно, из жителей деревни Петровской не знал о том, что здесь намерено построить АЗС вторую в деревне. У нас там в начале деревни есть одна АЗС. Это вторая АЗС в деревне Петровская. Ну и что, конечно, они провели слушание втайне от нас. Народ был категорически против. Потом, когда уже узнали. Но время уже, так сказать, уже ушло. И были проведены вот эти слушания, хотя народ был вопреки против. В процессе обсуждения представленного материала выступил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Раменского муниципального района и доверенный представитель заинтересованной организации, то есть хозяин. Вот они вдвоем друг друга послушали. Может быть, там кто-то и был другой человек. Потому что в протоколе ни одного лица, где проводится перевод земли, не было. Этот протокол мы видели. Вот. И подписал Валерий Федорович. Я не очень уверена, что правильно я называю его имя. В общем, подписал Демин. Вот и все. Вот на этом все это привело так называемую законность вот этого мероприятия. Мы обратились в администрацию Раменского с просьбой нас ознакомить с протоколом проводимого этого мероприятия, то есть публичных слушаний. Нам отказали. Отказали совершенно не по надуманным причинам. Так что мы... Ну и то, что вот вы посмотрите, что произошло с памятником погибших воинов. Он всегда же здесь был. Здесь было такое место очень хорошее. Обещали нам, что здесь делают, благоустроят этот памятник. Более того, вот если вы обратите внимание, вот эта дорожка, которая идет, она проходила к единственному магазину на тот момент. Сейчас второй сделали. И местным жителям пройти некуда. Негде просто. Вот здесь мы ходим вот так вот по проезжу по дороге. А летом, значит, сколько здесь детей на велосипедах ходят? Ездят? Да они что, будут по заправке здесь ходить? Ездят? Я не знаю. Тут же машины сноют кругом. Вот дорогу обрезали и все. Куда деваться людям? Вот этот памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны поставили сами местные жители. Этот памятник местные чиновники обещали отреставрировать. Вы видите. Никто не забыт, ничто не забыто. Но у чиновников моментально начинается амнезия при виде живых денег. Раньше она могла пройти эту дорогу вот там, вот через Воскресенский район. Но там был тогда непотопляемый господин Гаев. Мы имели сведение, что якобы он вмешался. И вот когда шло это бодание, в итоге одни бодались с другими, у кого лбы крепче, рога острее. Так вот сейчас мы имуем информацию о том, что все-таки дорога пройдет по нашей деревне. А уже там, что будет с жителями, куда они денутся. Потом здесь и корни, здесь и кладбище, здесь и люди-то живут. Это не один-два человека, которые умирающие деревни. Никогда наша деревня не была умирающей. Вы посмотрите, какие нормальные дома. Что мешает вот так, тем более скоростная линия, скоростная автомобильная дорога. Вот она должна бы пройти прямо, тем более. Нет, она должна обязательно зайти в Равенский район. Опять же, извлечение прибыли. Здесь уже не важно, там что-то. Самое главное, деньги. Вот она, пожалуйста, идите вот здесь. Нет, она должна пройти через деревню, вот там вот рассечь деревню. Естественно, это экология и все что угодно. Мало того, что поскольку она пойдет здесь, обещают, что это будет эстакада, то есть когда будут всем эти, ну, вещества, которым... Эстакада высотой 1 вето. Реагенты. Реагенты. Это же все реагенты вместе со снегом. Но здесь еще этот же и заказник же у нас. Вы говорили, что заказник... Ну, заказник... Вы знаете, как хитро сделано. У нас мы говорили, что это заказник здесь был. А потом этим постановлением, буквально с 2012 года, этот заказник взяли и его убрали. И факт тот, что, конечно, можно было пропустить. Вот здесь вот они долго... Бодались чиновники. То есть, бодались... Здесь они с рыболовым могут... Бодались интересы денег. Причем здесь вот деревень нету. Вот здесь вот дачи. Вот здесь вот дачи. А здесь деревня. У одних... А вот тут дом будет снесен, да? Вот тот белый дом. То ли их снесут, то ли не снесут. И вот эти года уже, которые люди-то живут, это же люди. И у них каждый день подарен Богом. Так вот, не знаете, вас снесут или вас не снесут. Или вас вообще... А тех, которых не снесут, может быть, мы еще... Может быть, мы будем завидовать снесенным. Почему? Потому что верхом все это пройдет. Все наши огороды, все... Ну, все это, все погибнет. Экология мало того. А бензоколонка, она же не случайно здесь построена. Это, естественно, с привязкой к большой перспективе, которая будет в этом подскатываться. Подскатываться. В деревне Мещеры Раменского района тоже все настолько стабильно, что прямо хоть звони во все колокола. А поскольку колокола в деревне нет, но есть рында, можно позвонить и в нее. У нас деревня, а не дачный поселок. Многие из нас держат хозяйство. Я, например, в этом году купила козу. Где мне ее пасти? Где мне косить сено, если сзади все здесь будет застроено? Я же здесь живу постоянно. Ну, продадите козу. А для чего я ее приобретала-то? Ты любишь козье молоко? Да я уже забыл, как оно вообще... Ну, будешь ко мне приезжать пить козье молоко. Хорошо, договорились. А вот так вот представьте, все это спилют. Куда нам в лес ходить? На вертолете летать за грибами, за ягодами? У нас много черники, много земляники, много грибов. А если они здесь все застроят, ну и что? Тогда ты будешь приезжать на самолете и возить. Нет, куда-нибудь в лес. Понимаете? Придется так. Кругом вот поля все, видите? Вот лес стоит перед вами. А он, видите, вот и вырубается все. Вырубается. Поля будут все застраиваться. Они же... Все уже проданы? Да. Ну, их еще не вывели из сельхозоборота. Мы написали письма, пришли ответы, что Ширенина... Там не Ширенина, а указана глава администрации. Вывела из одной категории земель сельхоззначение с правом возведения жилого дома и застройки, и проживания в нем. Вот эти все поля, вот, все поля выведены из сельхозоборота. И они хотят здесь нам устроить весь город. Вот здесь будет. Какой-то мафиозный генплан получается прямо. Ну, вот не знаю какой. Ну, случайно мы вот были на слушании, они нам устроили их. Случайно увидели все случайно. Наши плакаты, пожалуйста, зафиксируйте. И вот написали письмо главе администрации сначала. Ширениной, конечно, написали. А потом получили ответы, что все законно, что вы тут вообще вроде как никто. Как никто. Ну, вот так. Деревня наша образовалась в 1645 году. Я читала историю. И стояло в нашей деревне три дома. Вот этот, вот этот и вон там еще. А потом, видите, она как расширилась. А теперь они решили ее закрыть. А теперь они правильно потеряют. Получается так, что вас просто хотят отсюда выжить? Нет, нас никто не выживает. Или не выживает? Нет. Они здесь хотят построить поселок. Пока застройка. А там, правильно, там неизвестно. Построить здесь дома, трех-четырехэтажные. Вот, вот здесь вот это вот застройка. И населить не знал мы кем. Понимаете, кто здесь будет жить? Маленькая деревня. Здесь даже пошли слухи, что желают расселить выходцев из Средней Азии вместе с их гаремами. А здесь и в прошлом летом совершили эти выходцы из Средней Азии очень жестокие преступления. Изнасиловали коллективно женщину с 73-х лет. Я звоню агенту по страховке. Я говорю, приезжайте, нужно возобновить. Она мне говорит, я боюсь встретить меня. Что такое? Вот такое преступление произошло. Кого нам здесь будут населять? Вот именно, неизвестно. Вот помимо этого, мы еще не знаем. Может быть, там хотят еще что-то устроить и производство. Потому что, так если подумать, да, если, значит, существует строительство, значит, что-то здесь будет. Тут нам могут любое. Или там какой-нибудь полигон сделать, и помойку могут сделать, и какое-нибудь бедное производство, типа, там, не знаю, производство пластмасс. Мы не застрахованы ни от чего. Вот, и, к сожалению, к сожалению, у нас нет ни прав, нет ни помощи никакой. Все на нас плюют с высокой колокольной. Администрация нашей Ново-Харитонского сельского поселения верит, все, уже никаких надежд. Так что мы вот такое решение приняли. А вы надеетесь на решение суда? Вы считаете, что оно может быть справедливым? Да, да, конечно. Ну, конечно. Конечно, будем надеяться. А нет, в областной поговорить. Ну, будем до конца идти все равно. А до конца это как? Ну, пока все не разъяснится. Пока у нас здесь, если начнут вырубать леса, мы будем против стоять просто. Ну, там же как вот с бабушками против бульдозеров, там, против техники этой? Ну, значит, мы будем обращаться выше. Выше органов. На газификацию этой деревни местными властями с населения было собрано около двух миллионов рублей. Работы были только обозначены. Проложили трубу вдоль улиц газа, сделали ответвление к домам, и на этом газификация была закончена. Вот, проложили вам трубы вот так вот, по деревне, а в основном газа у нас нет. Понимаете? И теперь уже до двух... Ну, а что тогда говорите? ...двадцатого года его, наверное, сделают или не сделают. И мы зимой, нам ни утопления не дают, ничего. Нам возят хлеб на машине Два раза в неделю. А еще что? А другие продукты чего? Ну, нет, и продукты там другие. Они уже приезжать не будут. Почему? Не знаю, магазин закрывается, как продавцы сказали. Эх, необъятная Россия. Дороги плохие, зато, наверное, дураки хорошие. Народ живет дружно и готов стоять друг за друга и решать проблемы, которых становится все больше и больше. Зато жизнь за МКАДом есть. По крайней мере, в Раменском районе. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. А телефон-то работает? Да вы что? А он работал вообще. А за что вы поставили? Это вы у администрации спрашиваете. И никто не пользовался. А как позвонить? Вот телефон-то есть? Как позвонить? Есть гудок, между прочим. А карточки-то есть на него? Да, вот проблема с карточкой. А вот карточки нет. Звонок начальству отменяется. Ничего нет. Чтобы купить эту карточку, надо в Москву съездить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!